А про первую роль свою, что вы думаете и знаете? Первая моя роль это «Шоколадный солдатик», роль Райны, это Бернард Шоу, с изумительным совершенно юмором и совершенно прекрасным режиссером. Борис Равенский, он был в это время, значит, у нас главным режиссером в нашем театре, и он народник. И Бернард Шоу, надо сказать, с ним мало вяжется, и это было крайне любопытно именно поэтому, потому что это вообще-то был не его материал, совсем не его материал. И поэтому он, но он очень хорошо видел все, что там, и он поэтому говорил, так, ну-ка вот давай-ка сделай вот это, вот так вот сделай, так сделай, вот тут текст говори, а сделай такую мизоцену. Мы говорим, так это нельзя сделать, потому что в следующей сцене через... Подожди, когда мы дойдем до следующей сцены, тогда мы поймем, почему нельзя это сделать. Но если ему нравилось, как он сделал, ему доходило до следующей сцены, и оказывалось, что так сделать нельзя, он сказал вымороть то, что было дальше вымороть. В результате спектакль получился очень симпатичный, милый, остроумный, безусловно, прекрасные актеры были заняты, такой Юрий Горобец, мой первый партнер, прекраснейший актер, и я всегда стояла за кулисами смотрела, потому что он... Я не знаю, что это за механизмы. Я была молодая актриса, я не понимала, что это за механизмы. Но я должна вам сказать, что я не понимаю и сейчас. Что-то помимо актера есть еще, человеческое, мужское. А вот вы сказали про мужское начало, и общим местом считается, что мы сейчас живем в эпоху таких промежуточных половых форм, что сейчас и мужчины такие недостаточно мускулинные, и женщины очень на мужчин похожи. Это вы и в цехе это видите, то есть это и в профессии тоже, или это просто такая антропологическая тенденция нашего века? Или вы считаете, что у нас сейчас нет таких мужчин, которые могли бы сыграть, ну, того же, ну, я не знаю, упомянули уже в фильм «Москва всегда мне верит» Гошу от Баталова? Есть сейчас у нас Баталова или нет? Ну, разумеется, есть. Но, во-первых, их немного. То есть меньше, чем раньше, или нет? Я вам так скажу. Если мы ориентируемся на Москву, то меньше. А если мы ориентируемся на Россию, я думаю, что нормально так же. А, то есть вы считаете, что в Москве вот эти тенденции? Я думаю, что Москва отличается сильно. Почему? Ну, Москва, как вы сказали, действительно отдельное государство. Да. И столица вообще всегда отдельное государство, мне кажется. Ну, как-то знаете, люди рвутся в Москву, наверное, за лучшей жизнью. Да, Москва, слезам не верят, да, мы знаем уже это. Ну, она не верит сейчас, она вообще-то звучит по-другому. Москва бьет с носка, если слезам не верят. А она бьет с носка, действительно, и чтобы было не так больно, или приспосабливается, наверное, каким-то образом. Это модно сейчас, когда с развитием феминизма, значит, модно, когда молодые люди элегантно женственны. Это тоже дань моде. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...